Приветствую всех, кто нас сейчас смотрит. Сегодня у нас абсолютно уникальная возможность поговорить, пообщаться с Рафаэлем Файзер-Ахмановым. Рафаэль – изобретатель нового времени, проводник технологий, которые пришли на Землю в это время Перехода. Еще раз приветствую, Рафаэль. Приветствую вас, Аллан. Приветствую всех наших зрителей. И вот этот эфир наконец-то случился. А вот расскажите о себе, как вы себя видите? Вижу себя в проекте «Город Светы». Ну, на самом деле, если отдаляться в прошлое, то я себя вообще никак не представлял в этом мире, и что я буду заниматься такими вещами до 20 лет. Да, и немножко даже позже, потому как те события, те встречи с теми, кто в истории записан у нас как святые, я тогда не понимал, кто это, что это, что происходит. Поэтому, и когда я уже это понял, я думал, я и говорил им, что вы ошиблись, я совершенно не тот, который может нести те задачи и участвовать вообще вот в такой великой жизни, в таком великом будущем, которое мне поведали. Вы родились на Дальнем Востоке, да, около города Биробиджан. Я родился в самом городе Биробиджан, а вырос я в еврейской автономной области, село Надеждинское. Это 60 километров от города самого Биробиджан. Ну, Биробиджан для меня, это мой родной город, я его абсолютно весь знаю. Я родился и вырос там, и что в деревне, что в городе в общем. Вам было порядка 15-16 лет, да, вот когда в осознанном возрасте начали происходить какие-то первые вот контакты с силами, которые для вас были неизвестны. И вы были в том обществе, с которым сложно было на эти темы разговаривать. Ну, скажем так, что Биробиджан это далекий город от, вообще от цивилизации, можно так сказать. Это то место, где абсолютно ничто неведомо об этих моментах. Хоть и у нас в деревне постоянно НЛО, люди видят, да, и все детство мы это видели. Но что это такое, мы этого не понимали и не знали. Вот и уж тем более, что кто на этом летает. Поэтому осознание, осознанность ко мне пришла, полная вот абсолютная осознанность, что происходит. Это в 25 лет, в 2007 году, в начале уже этого года. Ну, ближе вот уже к концу 2006 года я уже стал понимать, что на самом деле происходит. Хоть даже с 2001 года я понял, кто это, что ко мне прилетает, да. Ну, то есть, кто это такие на НЛО, если вот говорить проще. Никто не знает, кто летает на НЛО, неопознанный летающий объект. Ну, что это такое, до 20 лет не понимал абсолютно, с чем столкнулся, да. И полное осознание происходящего пришло только в 25 лет, в конце 2006 года. И вот в июне 2007 года, когда уже прилетел Иисус на НЛО, на корабле, вот люди совершенно не понимают, что такое, где Иисус. Вот если взять церковь, то как там молятся, да, на коленях стоят. То есть, церковь, она несет совершенно другое. Люди готовятся к смерти, когда в то время, что Иисус воскрес, он живой. И они не понимают, что за звезда, на которую звезду он поднялся. А это вот этот вот неопознанный летающий объект, если говорить по церковному. Это небесный храм, это огненная колесница, вот и те святые, которые описаны, Илия, который был поднят на огненную колесницу, да. Моисей тоже был воскрешенный, забран туда. То есть, вот есть общество живых. То есть, Иисус, он живой. Вот я вот это вот осознал, понял, понимал еще и в детстве, что-то какое-то несоответствие. Что люди готовятся к смерти. То есть, умереть и говорят, что вот когда мы умрем, мы попадем там в некое царство небесное. И будем вечно жить. И будем вечно жить. После смерти. Вот, царство небесное. Что это такое? Люди об этом не имеют никакого совершенно понятия. При том, что когда люди говорят, что вот умрут, когда они отмучаются, умрут и попадут в царство небесное. Вот, не понимая того, что царство небесное – это живой мир, это здесь. И Иисус всю дорогу, когда он шел, он говорил именно о живом. О том, что мы являемся богами. Что мы не люди, что нужно жить совершенно иначе. Но трактуется это людьми почему-то по-другому. Поэтому было это несоответствие. И вот когда с 2001 года начались уже у меня, когда я уже осознал, что это прилетает на НЛО, что это не привидения, что это абсолютно реально живые. И я боялся сперва посмотреть и познакомиться с теми, кто летает. Были далекие встречи такие. И вот потом я решился. И стали происходить встречи с живыми, с теми, кто летает на этих кораблях. И вот происходили эти встречи. С Иисусом было несколько встреч. И вот когда я выходил, уже в книге «Моей жизни» описан весь этот путь. Также можно ее прослушать в озвученном виде. Весь этот путь осознания, что происходило. Есть все встречи, которые сжаты в видео. История картины. История рождения картин мироздания. Там подробно рассказано, как это происходило, с кем были встречи. И вот, и когда ты знаешь это и говоришь людям о том, что он живой, а люди как бы застряли в кадре, когда он распят. То есть, Бог мертвый, а не люди. И происходит вот такое вот несоответствие. То естественно, что люди не могут подняться ни в сознании, ни в осознании того, что происходит на самом деле. Поэтому вот осознание того, с кем я имею дело, да, с кем я на связи, кто летает на НЛО, для меня это уже не НЛО, да, не познанный летающий объект. А я уже точно знаю, кто, что это, что существует. Вселенское сообщество различных цивилизаций. Есть некое на Земле вот разделение. Почему так происходит, да? Это идет из прошлого, что люди, ну, в легендах сказано о том, что были падшие ангелы, что они были выдворены из небесного царства и помещены на грешную планету. И вот на грешной планете как бы все люди здесь считаются, как бы мы потомки вот этих, тех, кто был выдворен из вселенского сообщества различных цивилизаций. Это же и называется небесное царство. Именно царство небесное там, где находятся боги. Вот Иисус – это Бог. И мы все боги, которые забыли об этом. Совершены были преступления, за которые были наказаны наши предки, которые были заключены сюда, на эту землю. И, соответственно, вот мы потомки, которые умножили здесь, родились от них. И в этих, во всех различных смутах люди забыли вообще, кто они являются. Поэтому здесь живут по законам, а не по канонам вселенского сообщества различных цивилизаций. Поэтому осознание, осознание ко мне пришло. Именно вот с июня, считай, месяца 2007 года, когда я вышел в путь и пошла уже эта история дальше. Забыли свет включить. Но ничего, мы сейчас включим и продолжим. Я там еще на монтаже. Вот вы говорили про то, что Земля – это некая законная территория, да? Куда отправляют тех, кто не живет по канонам, принятым в высшем обществе, да, скажем, в сверхразумном обществе? Возможно ли с этой законной территории выбраться? Можем ли мы попасть, эволюционировать вот в это общество? Да, конечно. Но практически с Земли выбраться невозможно. Тем, кто любит эту законную жизнь, все те правила, которые здесь происходят, кто живет по-человечески и очень втянут в низкие вибрации, выбраться практически нереально. Но выход все же есть. Таким примером считаются, вот, самым идеальным примером, это считается Илья, который был забран на огненную колесницу. Он жил праведно в своей жизни, да? Но он больше знал, чем знают другие, как бы. Здесь, на Земле, законом живут невежды. Они не ведают, что будет там, что будет вообще о мире, о мироздании, ничего не знают. Поэтому тем, кто не знает мироздания, принципов жизни, как протекает энергия, как взаимодействовать между друг другом, надо, что такое жить поистине, по-божески, да, без всяких догм. Потому что здесь, на Земле, установлена догма. И вот в этой вот догме, как бы, люди очень сильно, как бы, залезли в эту догму, что выбраться практически нереально. Потому что, на самом деле, эти догмы, они не поднимают сознание, а они, это, как бы, вот, зеркало отзеркаливается. Кажется, что поднимаются люди в сознании и идут вверх, ближе к Богу, да? Но от того, что корень, люди думают, что нужно умереть и готовиться к смерти, не к жизни готовиться, а именно готовиться к смерти. И вот все религиозные конфессии, которые существуют на Земле, и практики, все готовятся к тому, чтобы умереть и подняться в неком таком сознании уже бестелесном. Вот это вот глубокое заблуждение, потому что царство небесное, вселенское сообщество различных цивилизаций, вселенной, да, именно цивилизации, они живые, как вот мы с вами, они в теле, они общаются, они взаимодействуют между друг другом, да. Есть каноны, правила, по которым они живут и взаимодействуют. Кстати, если переходить к вопросу о том, как нам выбраться, да, из этого. Вот на Земле есть женицы. Женицы, они выбирают тех людей, которые живут праведной жизнью, те, которые именно выходят в осознание божественного плана, и те, которые именно понимают и которых готовят к тому, чтобы жить вечно в этих телах по канонам вселенского сообщества. Поэтому здесь ведется жатва, здесь забирают по одному, это которых называют похищенные НЛО. С кем не получился контакт, с кем не получилось работать, тех возвращают обратно. И они, то, что они не смогли осознать, они как бы неправильно потом уже говорят, что происходило. То есть они находились в страхе, там начинают эти страхи проецировать. То есть с ними контакт не получился, не сложился, и их оставляют как бы здесь. А вот с кем получилось, с кем, которых проверили в разных моментах, кто чист сердцем, кто, как говорится, с Богом в сердце и с царем в голове, вот тех забирают. Но забирают их, конечно, с их согласия, потому что без согласия ничто не происходит. И вот меня тоже забирали, вот я один из тех, кого забрали. Но я изъявил желание вернуться сюда, здесь, я очень об этом попросил, для того, чтобы объяснить всем людям, которых... Потому что я понимаю, что люди не безнадежны. То есть возможно сделать так, чтобы люди осознали, что в принципе, чем мы здесь и занимаемся. Вот в процессе мы уже, когда встретились в Камалайе, мы создали Академию Центра Света. Чем занимается Академия Центра Света? Вот как бы религиозная догма – это как бы болезнь. То есть... А вот вера, неважно, какой бы религии она ни была, это как костыль больному. То есть если человек, он думает, что он здоровый, если он попадает в какую-то религиозную конфессию, официальную или неофициальную, по сути дела, этот человек становится душевным инвалидом. И веру, которую ему объясняют и там вкладывают, это как костыль дается больному. То есть если человек был в неком плане каком-то здоровом, то он становится больным. И вот этого вот больного очень трудно вытащить, потому что делаются установки, и человек полностью порабощается этой всей системой. И вот как в зеркале дорога идет не вверх к вечной жизни в этом теле, а эта дорога уже укладывается, наоборот, зеркально вниз. Но всем им кажется, что они идут ближе к Богу. На самом деле они все дальше и дальше отдаляются, и в конце концов они умирают, и их закапывают в землю. Чему говорит Иисус, проходя возле могил, возле похорону, сыну отца говорит, пойдем со мной, предоставь мертвым хоронить своих мертвецов. Так вот статус на земле у людей считается мертвым. Что значит мертвым? Ну это вот если спортсмены, если вот боксеров, они вот как боксеры говорят, а вот этот вот спортсмен, как ты, на твой взгляд, как он, на сколько? И другой говорит, да нет, это мертвый, с него толку нет, это мертвый, боец он вообще ни о чем. Вот то же самое можно сказать о религиозных людях. Они заболевают настолько сильно, что они не могут идти Божий путь, именно по-божески жить. То есть они отдаляются наоборот. И вот более ближе к Богу, это те, которые вообще никогда не сталкиваются ни с какой религиозной догмой, ни с какой конфессией полностью. Вот эти вот люди, как бы с ними можно произвести работу и открыть глаза на реальность, какая она есть на самом деле. Потому что они уже не затуманены, не задурманены. Они еще не попали в эту ситуацию конфессий, да, каких-то. И вот складывается такая ситуация, что вот я изначально с братом, мы хотели приходить в церковь там и объяснить людям на самом деле, что происходит, что Иисус живой, его нету, а вы застряли как бы на кадре. И еще вот такой вот момент, здесь такой вот парадокс получается, что в Царствие Небесное, да, зайти можно только через Христосознание. Почему, говорит Иисус, я есть двери, через которые вы можете пройти, не он является как бы тем, которого нужно поставить на пьедестал, да, и что вот как бы оккультно, да, вот его возвести, а вот именно Христосознание, сознание, именно работа над сознанием. Вот, и возможно пройти только таким образом. И вот здесь вот никакой религиозной догмы не должно быть. Здесь все принятия, все любовь называется, это любовь, всеми объемлющая любовь, да, которая не требует никаких религиозных вот моментов. То есть об этом мы рассказываем в Академии Центра Света. И вот Академия Центра Света и курс Геном, который создан здесь, в нашей Академии, это не религиозная догма. Это как раз та возможность, пройдя через которую люди могут оздоровиться, выйти в это именно Христосознание и стать носителем Христосознания. Вот это и является тем, чего нужно достичь в этих живых телах, чтобы быть соединены со вселенским сообществом различных цивилизаций. И вот Академия Центра Света, мы занимаемся тем, это та же самая жатва, но прежде, да, чтобы душа смогла соприкоснуться с высшими, для этого, естественно, им нужно выпрямиться, им нужно выздороветь, выздороветь в духовном плане. Вот отсоединиться, отклеиться от всех религиозных догм, от всех установок. Вот это обрести себя, обрести себя как в Христосознании, как высший дух, который не виноват ни в чем. То есть это такой, как бы, центр реабилитации духа, который очищает тебя, вот, да, очистится, да, неочищенный не может войти. И вот очищается человек от вот этих вот всех, за много лет, которые были привязки привязаны, и почему человек стал больным в духовном плане. То есть вот здесь первое, что производится, это выздоровление духа. Вот. Второй момент. Когда ты здоровый духом, то нужно понимать о том, что костыль-то тебе приделали. То есть ты и здоровый, но к костылю ты привык. То есть, а костыль, вот этот вот вера, да, в которых люди, как бы, в религиозных догмах, законной этой ситуации взаимодействуют на старой решетке сознания, то есть на человеческой. Вот костыль этот является вот тем сознанием взаимодействия, как люди взаимодействуют. Вот если убрать этот костыль, как он убирается? Этот костыль уже убирается во взаимодействии. Взаимодействие, то есть вот если ты на высшем уровне находишься в духовном, ты здоровый, но здесь на земле ты находишься, здесь живут по закону, здесь ты сталкиваешься с людьми, которые невежды, которые не ведают абсолютно об этом ничего. Вот как взаимодействовать? Поэтому в Академии Центра Света у нас, помимо этого, создана чаша Грааля, где взаимодействуют творцы. То есть когда мы уже на высшем уровне в Христосознании находимся, мы взаимодействуем с друг другом. И вот здесь вот этот опыт мы получаем, как мы взаимодействуем в делах. Мы учимся жить уже по-божески, как живут и взаимодействуют во вселенском сообществе различных цивилизаций. То есть здесь мы получаем такой вот уже опыт. И абсолютно тогда нам уже не нужен этот костыль. Мы здоровы без костылей. Мы выпрямляемся, становимся в полный рост. И мы двигаемся по канонам, по тем правилам, которые нам помогают всем самым сияющим, самым лучшим образом. То есть у нас открывается зеленая дорога. Мы получаем большие возможности. И при взаимодействии все, что нам необходимо, нам это дается без труда. То есть нет препятствий. То есть самым наилучшим образом все происходит. Если человек чем-то хочет заниматься, он изъявляет это желание. И он начинает творить прекрасные вещи. И со всех сторон ему только приходит помощь. И он может раскрыть себя в полном объеме. Да, я могу это подтвердить на самом деле. Вот когда проходишь золотой геном, в принципе, в жизни начинают происходить вещи, которые сложно объяснить кому-то даже. И сложно поверить в то, что это реально. И когда ты берешься за какой-то проект, хочешь что-то создать, ну, со всех сторон поддержка. И причем оттуда, откуда ты этого не ждешь. Это действительно чудеса. Да, потому что Высшие здесь смотрят за всей этой землей, за всеми, за нами. Мы все под Божьим крылом. И тот процесс, который происходит у нас внутри Академии, все, что это происходит, это все под пристальным вниманием тех, кто летает на НЛО, под пристальным вниманием жнецов. А вот Вы говорите о том, что Вас уже забирали с земли, и Вы изъявили желание вернуться. Вы можете, может быть, не со всеми подробностями, но описать, как это было? Был момент, когда я сорвался. То есть я был, так сказать, я уверил в себя то, что я не потяну это все. И я с этим не справлюсь. Что Вы ошиблись, я не могу, я не справляюсь, все, я устал, люди не понимают, не слышат, то есть это все напрасно, бесполезно. И все, я сдался как бы, да. И вот вышел я во двор, кричал на огороде, что заберите меня, я больше не могу. Все, корабль прилетел, завис, забрал меня. И тут меня осенило о том, что я все-таки могу. Ну, я посмотрел на землю, посмотрел на нашу деревню, посмотрел на свой дом, о том, что я больше никогда их не увижу. Ну, я буду вот этим вот похищенным, который просто исчез. Куда исчез, как исчез, просто без вести пропавший. Вот. И я понимал, что я больше никого не увижу здесь. Я задал этот вопрос, я что, больше их никогда не увижу, они все умрут, ну, состарятся и умынут, да. Пауза, да. Ну, я сам ответил уже на этот вопрос, поэтому я пришел в себя. Я говорю, нет, верните, у меня все-таки все получится, я смогу. Они все равно поймут, я найду способ, я смогу объяснить. Тогда меня вернули, но потом, через несколько дней, мне, да, преподали урок. Меня опять забрали и меня поместили на планету, куда забирают похищенных. Ну, то есть, куда они попадают, да. Вот на этой планете, там стоят большие дома, там прекрасная, как земля, все, хорошо себя чувствуешь. Отлично, все, во всем есть достаток, не нужно работать, ходить, там все появляется как бы в магазинах. Ну, это описана, эта история, как это было. В истории картины «Мироздание». В книге жизни я, по-моему, это не описал, или, может быть, описал, но я там сказал в книге о том, что я подробно об этом изложу. И вот в истории рождения картин «Мироздание» я об этом рассказываю, как это было. И вот меня там, когда туда поместили, я там уже изъявил желание о том, что я пройду этот путь здесь на земле, чтобы это ни было, я не буду больше ныть, я возьму себя в руки, я все понимаю, осознаю ответственность вот эту вот, что это будет сложно, это будет тяжело, но я все выдержу. И я найду все равно способ. И вот меня вернули, потом я шел, проходил путь, да, и вплоть до 2018 года. В 2018 году я уже опять пришел к такому мнению, что это невозможно сделать. Люди настолько пропитаны религиозными догмами, настолько сильно, что это просто невозможно. И то есть как бы бесполезно. Я к этому пришел, но и был, когда с Иисусом у нас была встреча в 2007 году, когда он меня и отправил, да, проводил в путь с братом, вот. Он тогда мне говорил, а, нет, он мне говорил это еще в пещере о том, что когда я встречу ее, свою жену, ну, меня женили, естественно, вот, небесные, да. И вот весной 2000 в марте, я знал, что это будет в марте 2018 года встреча с ней. Но март уже заканчивался, а встречи с ней все нету и нету, и я уже и в этом моменте, я уже поник в том, что, ну, ее уже тоже не встречу, потому что, ну, я настолько, ну, слаб, потому что я был на самом дне, так сказать, ней же уже некуда, потому что я бомжевал, я вот как бомжи живут, что я вел себя неадекватно, я и пьянствовал. То есть, о том, что я смогу достоиться такой чести и встретиться с ней, я уже об этом все, я уже не предполагал о том, то, что это вообще возможно. Потому что, ну, она действительно, она не согласится ни за какие награды, ни за что быть таким, как бы пропащим. На какой момент тогда я был? То есть, я был совершенно разбитый, абсолютно ниже, казалось бы, мне казалось, что ниже уже нету никого. И тем не менее, вы встретили? Я все равно, я думал о том, что вот март заканчивается, но где же она, я написал, я прописал это в группе ВКонтакте, я сказал, что все, я сдаюсь, а я сопротивлялся о том, потому что мне было понятно, как так меня женили, и даже не спросили, хочу ли я этого. И вот, когда будет встреча с женой, я все время, я этому как бы сопротивлялся, потому что я не мог этого понять, как это так. И вот, вот в этом марте я уже сдался. Все, я изъявил желание, я говорю, все, я осознал, я не могу дальше так, соединяйте нас, я хочу уйти этот путь дальше, как оно должно быть, как Иисус сказал, когда встретишь ее, и только тогда пойдет все самым наилучшим образом. И все, я изъявил это желание, и вот 26 марта 2018 года она мне написала в ВКонтакте, я сразу понял, что это она, и мы с ней встретились. И вот 30 марта 2018 года я пришел к ней, и мы стали вместе жить. Все с этого момента, с этого дня, все пошло исполняться, все то, что говорил Иисус, что будет это исполнено. И вот на сегодняшний день те моменты, о которых говорил Иисус, они исполняются в полном объеме. И хочу сказать, что Камалая, это самый, вот здесь на земле, это вот именно тот носитель, тот проводник, через которого происходит слияние и переход в Христосознание. То есть она является этими дверями в Христосознание. И я прошел золотой геном. Я стал сильнее, я пришел в себя, я собрал себя. И как ей тоже было сказано о том, что я изменюсь даже в плане внешности, не только внутренней, но и внешности, и я изменился. Ей, конечно, пришлось очень много потерпеть тому, чтобы я вышел к ней, приблизился на этот уровень, потому что она уже была в Христосознании, она уже была этим Христом здесь на земле, который несет вот эти частоты. Вот. А я был на самом низком уровне, поэтому это было очень трудно. Я ее прекрасно понимаю, как ей было тяжело. И я даже вот в эти вот времена, иногда вот даже вот если мы сейчас будем разговаривать о том, как было в прошлом, если я буду вспоминать опять прошлое, то я опять буду погружаться в эти низкие вибрации. Вот. Поэтому иногда меня, как бы я ухожу туда в прошлое, и потом вот благо, что Камалая, находясь с ней, и, конечно же, та книга жизни, которая была написана мной, вот этот вот подъем от низких вибраций до высоких, она всегда помогает мне обрести заново себя истинного, настоящего. Потому что, как бы, вот этот вот земная жизнь, которая, это как вирус такой, вот от него избавиться очень сложно, то есть отсоединиться от этого. И без Христосознания этого нереально сделать. Вот поэтому я вот говорю, что здесь на земле это возможно перейти и войти во вселенское сообщество различных цивилизаций и вообще считаться цивилизованным только обретя, имея осознание, Христосознание. Вот никак не иначе. Это невозможно сделать ни через какую религию, это невозможно сделать, вот казалось бы, христианство, да, христианство, но христианство не имеет Христосознания. То есть это низкие вибрации, это когда люди стоят на самом низком уровне и просят помоги, дай, дай мне. А вот Христосознание, это тогда, когда ты поднимаешься в полный рост, ты становишься владыкой, ты становишься сильным, ты собираешься свои разбитые осколки, ты становишься той личностью, божественной личностью, Христосознание, с которым, с которым и возможно взаимодействие с небесными, с теми, кто летает на НЛО, с ними возможно общаться, и мы все вместе готовимся к тому, чтобы с ними соединиться уже вот в телах, разговаривать так, как мы разговариваем с вами, как я встречался с ними на кораблях, вот для этого есть определенный, определенный путь и сказано так, что нам необходимо собраться вот в книге жизни, я об этом рассказываю, об этом подробно, да, и вот в истории рождения картин мироздания, там в конце говорится о том, что вот и собрался этот народ во славе Божьей, владыки, сильные, могущественные, вот и собралась эта божественная цивилизация, так вот Академия Центра Света и создает эту ячейку общества, именно общество, которое называется цивилизацией высокодуховной, да, вот, эта цивилизация и имеет возможность, и имеет шанс войти во вселенское сообщество различных цивилизаций, получить эти технологии, пользоваться этими технологиями, общаться с иными видами, населяющие нашу Вселенную, перемещаться на этих огненных колесницах, на кораблях, по иным планетам и жить так, как живут Боги, живет, как живет Бог, как Он действует, как Он взаимодействует. Вот, если говорить кратце, это вот так. Ну, более подробно можно ознакомиться, уже ознакомившись с геномом, пройдя геном, и здесь абсолютный переход происходит, и здесь не приходится уже гадать никому, а все действительно получают напрямую, вот, все переходят в эту связь, и женицы, которые летают на НЛО, они начинают входить в контакт, потому что наши уже посвященные, кто прошел посвящение золотого генома, они уже понимают, с кем они имеют контакт, кто на связи, кого они видят, то есть это происходит уже без страха, и небесные, да, постепенно, постепенно подготавливают, и тогда уже происходит встреча, и они уже видят, с кем происходит этот контакт. Рафаэль, а вот если говорить про корабли, как они выглядят изнутри? Вот, когда вас забирали, что вы видели внутри корабля? Меня забирали на разные корабли, но в основном вот эти корабли, на которых ходят здесь в нашем пространстве уже, да, здесь околоземном, да, эти корабли, они внутри, они выглядят как цилиндрические, да, вот такие вот корабли, но суть в том, что, как бы, ставить акцент, как они выглядят изнутри, не стоит, потому как корабли могут быть разные, вот допустим, на одном корабле, которому я кричал, тогда заберите меня, это вот корабль, ну, наверное, не больше автомобиля, он небольшой, совершенно, потому что там был только вот он за штурвалом, да, и вот только я смог там поместиться в этом корабле, как бы, это мини-такой корабль, автомобиль, большие корабли, они установлены, вот корабли-базы, это как пчелиные такие ульи, они, можно их так назвать, это базы, это города, небесные города, описанный корабль небесных город Иоанном Крестителем, это вот одна из таких вот баз, небесный город, это, его можно назвать ковчег, потому что там все находится с помощью такого корабля, ковчега, да, можно переместиться на любую другую планету, где нет жизни и создать там жизнь, то есть заселить ее, это корабли такие, ковчеги, города, небесные города, вот, Иоанн Креститель его описал, этот корабль, такие корабли, такие базы, они состоят из множества кораблей, то есть как это делается, из маленьких кораблей, которые выходят на орбиту, составляется каркас общий, да, он несет, да, а внутри уже в этой сфере, как бы внутри можно состроить, уже поставить, какую-то инфраструктуру, да, там можно платформу выстроить, на этой платформе можно поставить все необходимое, но у всех, кто находится там, у них, как бы, имеется свой корабль, капсула, то есть прилетая на орбиту какой-то планеты, из этого корабля отсоединяются малые корабли, и они уже исполняют то, что нужно исполнять там, на этих планетах, то есть делать, но, соответственно, этот большой корабль, да, он находится околоорбитный, почему, потому что то, что находится внутри, оно функционирует хорошо, вот именно вот на орбите, там, вот таким вот образом. Рафаэль, вот мы поговорили про то, как вас забирали, давайте поговорим о том, кто же все-таки летает на НЛО, вот из того, что вы нам поведали, ну и о том, что я знал ранее, я понимаю, что это высший разум, то есть это различные цивилизации, которые в свое время тоже прошли эволюционный период, как и мы сейчас, да, проходим, находясь в этой точке, вот как они выглядят, чем они занимаются, как устроена их жизнь? Выглядят они по-разному, почему, потому что есть планеты, на которых частота вибраций солнечных систем иная, вот даже если взять нашу солнечную систему, на нашей солнечной системе есть определенная вибрация, которая идет от солнца, Камалая вот хорошо объясняет все эти моменты, вот расшифровка генома человечности, в книге мы здесь написали с ней вдвоем, но я так штриханул, так сказать, но она здесь научным образом объясняет многие моменты, также она большую работу провела в других как бы моментах работах своих и видео есть, да, и еще там она много что делает, в общем, все зависит от частоты, один и тот же самый вид, если его поместить на другую планету с другой частотой, он будет мутировать, он видоизменится, то есть наши предки, они выглядели немножко иначе, и здесь на земле человечество как бы мутировало, да, поэтому есть планеты с частотой такой, где живут исполины, они похожи прям вот как люди, только большие, вот, об этом описывается вот Гулливер в стране лилипутов, есть маленькие люди, есть большие люди, это все зависит от того, с какой вибрацией та солнечная система, солнце там вибрирует, есть очень большие планеты, гораздо больше, чем Земля, есть планеты, где живут динозавры, то есть вселенная, она кишит жизнью, вот, и есть, это все один и тот же, по сути дела, вид, только просто на других планетах из-за вибраций происходит, ну, со временем мутация, и человек становится либо больше, либо меньше, да, и происходят некоторые моменты, это зависит именно вот от вибраций, поэтому, вот, когда вот сейчас люди мыслят о том, что они полетят на Марс и там создадут некую колонию, это невозможно, а никто оттуда, ну, уже не вернутся в живых, потому что, ну, ракеты, все это, это не та техника, на которой нужно летать, то есть, да, это другая техника, необходима, которые корабли, они летают с помощью частот, это частот, это быстрее, чем скорость света, хотя до ближайшей солнечной системы четыре световых года лететь, а здесь скоростя мгновенные на передаче, ну, это, по сути дела, это телепорты, да, корабли, вот, и вот на этих планетах есть планеты такие, где и такая же частота вибраций, как и на нашей земле, вот, в частности, в той планете, на той планете, куда переправляют похищенных, как бы, да, там обыкновенные люди ходят, там нормальная частота, как для нас, мы ее не будем переносить болезненно, да, но там же и работает такая частота, что там люди не стареют и не умирают, то есть, они остаются в том возрасте, в котором они туда и прибыли, то есть, это уже, эти частоты, они реагируют на биологическом уровне, то есть, а здесь на земле, здесь нету этого частотника, который продлевает жизнь вечную, и чтобы были молодыми, здесь это убрано, потому что эта планета, как бы, тюрьма, она и планета для жатвы создана, здесь были помещены вот преступники, о которых я говорил, да, и здесь происходит определенный момент развития человеческого вида, которым необходимо пройти определенный путь развития, поднятия частот, и это возможно только через, как бы, реабилитацию получить, да, и выйти отсюда, вот только через Христосознание, поэтому, вот такие планеты, как Марс, нашей Солнечной системы, человек там жить не сможет, то есть даже если люди туда перелетят и создадут там колонию, и будут там жить, как бы, да, они смогут прожить там некоторое время, а потом они умрут, жизни там быть не может, там нету, не поставлена там, не направлена там такая техника, наша Солнечная система, она здесь сделана, и здесь эта планета, планета для жатвы, она здесь такую функцию играет, и человек, как бы он не пытался бы сделать что-то своими силами, у него этого не получится никогда, вообще никогда, потому что это возможно только при одобрении с высшими силами, только если вас заберут, вот как Иисуса, как Илию забрали, как Моисея воскресили, забрали, только таким образом, больше никак, и только через Христосознание, не через, не какую-то религию, хоть и христианская религия, но это не является Христосознанием, поэтому вот золотой геном, и то, что передается через Камала, это даны вот эти двери, это та возможность, которую можно осуществить, не иначе, поэтому вот здесь на земле, как бы законникам, запрещены эти технологии, как бы хотели бы, не хотели люди, они этого не получат никогда, это могут получить, и этим пользоваться только те, кто перешел в божественное сознание. То есть человеку, если доверить такого рода технологии, это может, ну, просто превратиться в какое-то оружие? Невежда, да, тот, кто не ведает нераздания, тот, кто не готов к таким технологиям, он просто эти технологии будет использовать не по назначению. Поэтому эти технологии запрещены, вот, бестопливная энергетика запрещена, потому что все эти корабли, все это работает на бестопливной технологии. Вся суть у них одна и та же, работают они на частотниках, то есть это частотники, поэтому здесь на земле, вот, включен частотник такой, чтобы все старело, и мы умирали, потому что, ну, вот, и говорится так, отвел Бог человеку сто лет, корове двадцать лет, собаке там двадцать лет, вот, всем животным, что отведено, жить сколько им, это вот отведено. Есть виды, на которых это частотники, на эти не направлены, ну, это, есть медузы, которые до пятидесяти лет вырастают, потом у них переключается процесс, они начинают молодеть, опять становятся маленькие, а потом и вот так вот. То есть, есть технология, которая регенерирует, ну, то есть процесс в организме, поэтому небесные живут вечно, никогда не стареют и не умирают от этих моментов, этого нету. Это есть здесь только на земле и на тех планетах, законных планетах из других цивилизаций, потому что законная планета не только над нашей, над нашим видом, но и над подобными, да, видами, у них у всех один и тот же цикл, то есть у них одна и та же самая история, у них также разные религии там проходятся все, там и мусульмане, и христиане, и кришнаиты есть, все есть, там и тоже, там было в истории, там Библия, что там Иисус проходит вот этот вот путь, то есть все одно и то же, и также там Академия Центр Света в определенное время появляется, то есть все происходит таким же образом, чтобы прошли через посвящение, через золотой геном, чтобы вышли на этот божественный высший уровень, и только тогда та личность, которая находится в этом теле, только тогда ей можно доверить и будущее, ее можно не опасаться, или его, неважно кто в этом теле, в этом теле будет Бог, то есть и двери, начальная это ступень этого, это Христос сознание, потому вот так все устроено здесь, и пока как бы, когда вот люди думают, что вот тут произойдет когда-нибудь все вместе, нет, это все вместе никогда не произойдет, потому что это законные планеты, есть порядок определенный, и забирают только тех, кто достиг этого уровня, как вот Илья, Иисус, и святые. То есть, насколько я понимаю, шанс для того, чтобы вознестись, ну, скажем, не единично, а более массово, он выпадает на некую цикличность, да, и на Земле это было и во времена Египта, во времена Иисуса это было, и вот сейчас мы находимся в точке, когда у планеты, ну, нету другого выбора, да, кроме как пройти вот эту сверхускоренную эволюцию. Да. Вот в чем уникальность нашего времени, в котором мы сейчас живем? Уникальность нашего времени, вот сейчас скажу о том, что пирамиды в Египте поставлены, это некие часы, это некая такая, как бы, точка координат, когда встанут звезды так и так, когда созвездие прилетит, такая-то планета сюда войдет и вот будет когда вот так вот, то это время, то, когда пришла цикличность и на Земле произойдет катастрофа глобального характера. И вот в этот промежуток времени отдается шанс всем равно. И как бы, неважно, кто, что совершил в этой жизни, если он пройдет золотой геном, он очистится от всего, от этого, от всех этих моментов, которые и вина там, и все остальное, все, что собралось в человечестве, это негативное, все это отключается и, как говорится, да будут прощены все грехи. Но опрощены они могут быть тому, кто осознал, а не тот, кто не имеет этого осознания, тот, конечно, кто так и не поднялся на этот уровень, соответственно, он и остается там, он не может войти в этот мир. Поэтому вот эта вот цикличность, она подталкивает к тому, что заднего хода нету, это неизбежность, и поэтому необходимо тем, кто хочет жить, не те, кто готовится умирать. Кто готовится умирать, естественно, они останутся в тех координатах, которые они, и, понимаете, если не хотят меняться, то, ну, значит так. Но выбор, когда я разговаривал, и шанс должен быть у каждого, это справедливо будет, сделать так, чтобы все, кто желает именно действительно измениться, кто желает подняться на этот уровень божественный, кто хочет продолжать жизнь, кто хочет жить именно по-божески, как Бог. Это не имеется в виду религиозным. Религиозных долг не существует там. Там нету, в Царстве Небесном, нету мусульман, нету христиан, там нету православных, там нету вот этих вот, всяких разделений по религиозным моментам. Поэтому там все равны между собой. Здесь имеет план того понимания, что все, все есть тот Бог, который умножился фрактально. Он просто умножился. И это еще одна версия. Я версия того изначального Бога, который умножился фрактально. Вы есть тот же самый Бог, просто вы умножились фрактально. То есть, что вы, что я, это есть одно и то же. Просто тот опыт, который мы прошли там или там, он имеет тот багаж опыта, который он имеет. Поэтому у нас на земле есть люди, которые занимаются тем или этим, они некие такие вот пазлики того. И в целом все должны сойтись и соединиться в одно единое общество. И вот для того, чтобы синхронизироваться всем в единстве вот в этом вот, как единый живой организм, живого Бога, когда все одно и то же и осознают это, то вот Академия Центра Света и на Золотой Геном, он вот это вот синхронизирует. И тогда уже та сущность Духа, который находится, она осознает полностью, кто он, зачем он и как должно жить Богу. Потому что вот эта земная жизнь, она, это не небесная жизнь. Это не так, как живут небесные. Небесные живут, это все, как современные нои. Все небесные живут тем, что они создают жизнь на иных планетах, там, где жизни нету. Тем самым расширяют границы небесного царства. То есть все исполняют это схоже, вот немножко вот с пчелами, как пчелиную улей, где все пчелки, они знают, что им нужно делать. И наша задача, как бы умножать жизнь на других планетах, где и жизни-то не было, засеивать эту жизнь, там, рожать тех же самых детей и смотреть за процессом развития, чтобы они достигли тоже в процессе этого развития тоже Христосознания. Потому как в человеческом сознании людям этого не получить никогда. Потому что это очень опасно. Люди невежды, а кто не ведает, что творит, он создает очень ужасные моменты. И это, естественно, следствие, от чего происходит следствие, сразу устраняется, чтобы не было последствий. Поэтому, соответственно, когда кому что-то дается, ответственность большая с того, и много спрашивается. Поэтому все те, кто находится в оседянском сообществе различных цивилизаций, это очень ответственные личности. это те, которые не спорят, они точно знают, о чем идет речь. Им никто не хитрит из них, никто не занимается обманами. И как этот переход совершить? У нас через Камалу были переданы эти знания. Именно должен быть промежуточный переход. когда люди, если зададутся вопросом такие, вот мы живем здесь на законной территории, мы здесь живем законным образом, как же нам перейти во взаимоотношения и начинать жить так, как живут боги, как живут небесные? То есть должен быть переходный момент. То, что может заместить те взаимоотношения, те действия, которые совершаются здесь на земле, скажут, а что вы можете дать взаменам? Или должен быть какая-то переходная такая составляющая, которая научит нас так, чтобы мы уже умели взаимодействовать, делать это так, как это делают небесные, как живут там, как это делать на кону. И вот для этого Камалая написала книгу «Город света». Это книга о экономике нового времени. Это книга, которая имеет план перехода во взаимодействие именно с высшими силами. Не так, как люди думают, что они будут взаимодействовать просто только меж собой, как им захотелось и вздумалось. Нет, это будет происходить под кураторством именно высших сил. Это будет происходить на расстоянии. То есть кураторы-жнецы, которые они будут контролировать весь этот процесс и давать те инструкции, которые необходимо нам взять в свои руки и действовать уверенно, без всяких сомнений. То есть об этом написано. Скоро эта книга выйдет в свет для всех наших частичек, для широкой аудитории. И с этой книгой можно будет ознакомиться. То есть это конкретные реальные действия, как нам необходимо взаимодействовать для того, чтобы мы стали сильными, могущественными, чтобы все были успешные, счастливые. То есть это те действия конкретные, как мы сможем жить именно по новым правилам, а именно по высшим божественным правилам. При этом это не религиозная догма, это чисто конкретные действия, как нам взаимодействовать. Вот для меня, как для человека творческого, возможно, странным может показаться этот вопрос, есть ли искусство в мире богов, есть ли, ну вот в том самом высшем обществе. То есть все занимаются только тем, что размножают жизнь на других планетах или все-таки есть какие-то другие занятия? Может быть, есть музыка, есть, я не знаю, там кино, театр, вот что-то из того, что мы видим здесь на Земле. Проявляется ли там? Или это... Да, вот именно, что все небесные, это есть творец-создатель. Он создает прекрасное. Все находятся в творческом потенциале. Этот творческий потенциал, он всегда расширяется. То есть это не зацикливание на каком-то одном. То есть можно себя попробовать во много, в чем, что угодно. Это делается самым наивысшим образом, самым лучшим образом. То есть на Земле даже об этом и не понимают, и даже представления не имеют, насколько все может быть прекрасно и все доступно и легко делаться. То есть если бы люди знали бы это, они бы, вот как и говорится в Библии, как и говорится Иисусом, что если бы знали вы, что такое Царство Небесное, вы бы продали бы все, лишь бы войти в этот мир. Но невеждам вам, тем, кто не хочет изменяться, кому нравится этот мир, вам это дано не будет. И даже узнать вам об этом, вам будет плохо от того, потому что вы хотите жить по-преступному, но с преступными планами вы не сможете войти туда, вы не будете приняты, потому что есть конкретное сито, и по делам узнаете их. А дела должны быть прекрасные. И вот в этом вот моменте, если ошибочная у людей, такой вот момент, когда люди занимаются невежды, не знают вообще мироздания и законов, как бы, да, мироустройства, они, вот многие люди думают, что вот нужно идти подавать нищим. Вот в этом моменте, я тоже когда-то думал об этом, что нужно помогать нищим, если есть возможность, какая-то копеечка или что-то, отдай нищему. Нет, этого делать категорически нельзя, потому что таким образом множится нищенство, немощность и нищие. Множится, то есть вы способствуете тому, чтобы нищета была, чтобы вы ему даете то, а вам дается энергия, вам дается сила на Божие, чтобы вы исполняли и делали Божие. То есть если ты хочешь помочь нищему, то дай ему дело, дай ему работу, дай ему то, чтобы, дай ему, так сказать, удочку, но не давай ему рыбы. И когда вы даете рыбы нищему, вы множите нищих, и соответственно, вы множите неблагополучие, а вы множите именно нищету тем самым, потому что этому нищему, зачем ему идти работать или что-то делать, создавать что-то прекрасное, когда есть такой, который думает, что его задача в этой жизни помогать нищим. То есть здесь выравнивается полностью понимание осознания, кем ты являешься, и что необходимо делать в этой жизни для того, чтобы было процветание, чтобы все были счастливы и здоровы. А не множить какую-то неудачу, какие-то нехорошие моменты. Поэтому весь этот путь, как он выравнивается, как выравнивается дух, и становишься в полный рост и становишься сильным, все это мы здесь на этой земле через Академию Центра Света проецируем, и мы даем этому жить. То есть мы проявляем здесь именно на материальном, физическом уровне. Вот раз уж мы заговорили про финансы, среди, скажем, адептов различных религий распространено такое мнение, что человек, который идет духовным путем, не должен, скажем так, окружать себя какими-то материальными ценностями. Но сейчас, насколько я понимаю, речь идет о том, что там, где Бог, там ведь и богатство. То есть мы не открещиваемся от денег, хотя придем к тому, что от них, ну, перейдем в другую форму. Да. Богатство – это достаток всего. То есть тот, который проецирует здесь Бога, соответственно, он и имеет и достаток, и технологии самый высший уровень, то есть самое лучшее. Вот мы, нам необходимо именно проецировать достаток, именно у нас, в нашей Академии Центра Света, все, кто взаимодействует, все находятся в достатке. Мы не проецируем нищету, мы проецируем именно самые передовые технологии, самое то, что дается нам Богом. Раз тебе Богом это дается, значит, это нужно использовать полную силу. От этого нельзя отказываться, прямо вот категорически нельзя отказываться. То есть, когда говорят, откажись от благ, это очень плохо. И вообще, вот в истинном понимании, что значит, вот есть, вот здесь вот, религиозные догмы проецируют такую вот ситуацию, что нужно именно отказаться от всего. и есть такие вот монахи, которые уходят в отшельничество, их в заперти, отказываются полностью от всего и умирают там. Вот по истинному пониманию, это самые ужасные люди, потому как они проецируют, вот если, это тот же самый самоубийца, только чем отличие этого монаха-затворника от самоубийцы, тем, что самоубийца, он пошел и убил себя, он показал, что он сделал это некрасиво, нехорошо, он наплевал на всех, на всех близких, родных, ну то есть, это очень нехорошо он сделал, да, вот, а монах прикрывается тем, что он, типа, святой, ну, хочет к Богу ближе, но на самом деле, он дальше всех от Бога находится, потому что он умирает там медленно, он ушел от всего мира, и для чего он думает, что здесь те блага, которые есть, здесь на земле, эти люди, они просто мешают ему подняться в сознании к уровню Бога, но это ложное, потому что именно находясь в обществе, если ты можешь, умеешь отказаться от каких-то соблазн негативного характера, да, то это наоборот тебя и поднимает в том, что ты, у тебя стержень твердый, а вот эти вот монахи-затворники, они рассматриваются как самоубийцы, которые, более того, показывают плохой пример по тому, как это в религиозной конфессии считается самым высшим достижением того, что он, в общем, это самая высшая, как бы, ступень там считается, но на самом деле он, как бы, проецирует и, как бы, показывает всем негативное, то есть, этого нельзя делать ни в коем случае, нельзя отсоединяться от мира, нужно с этим миром развиваться, и если ты несешь святое, да, то вот это вот святое, и нужно демонстрировать здесь, то есть, не то, чтобы демонстрировать, а нужно жить так, вот, приявлять этот пример, да, являть этот именно пример, а тот пример, который являют монахи-затворники, это самый ужасный пример, потому что они еще прикрываются этому, якобы, это святое, это никакого отношения к Богу и к святому не имеет, это приравнено к самоубийству, то есть, это самый тяжкий грех, который только может быть еще хуже, чем просто самоубийство. Рафаэль, вот глядя на эту стену, невозможно не заметить картину, эта картина называется «Мироздание», да? Да, это картина «Мироздание», это основа, фундамент «Мироздание», откуда начинается вообще жизнь и мир, самое начало его, вот от пустоты, от ничего. Она написана вами, вашими руками? Она передана мне путем телепатической коммуникации с высшими силами, с теми, кто летает на НЛО, это были первые мои такие вот контакты, когда я взялся за ту задачу, которую меня сопровождали, чтобы я осознал, где я, во-первых, кто я такой, в каком мире я нахожусь. Естественно, это осознание начиналось от ничего, от пустоты, как бы в пустой комнате, в темной комнате, где я абсолютно один, в кромешной тьме, который не знает полностью ничего о мире, потому что я не понимал, почему в этом мире происходит так, как это происходит. Все неправильно, все так не должно быть, но так происходит. И вот я в сопровождении высших сил был направлен на этот путь и осознал, прежде всего, мироздание, где я нахожусь и как этот мир устроен. И вы его видите, ну, насколько я понимаю, больше геометрически, да? То есть вам приходят какие-то картинки, вы видите как-то на внутреннем экране, или вот как вы создавали вот самые первые чертежи изобретений? Как вы получали информацию? Самые первые чертежи, я описал их, как это происходило в книге жизни своей, да? Можете послушать и включить ее. И это было телепатическим образом это происходило. То есть я понимал, что тот, кто со мной на связи, он видит то, что вижу я моими глазами. То есть технологии развиты таким образом, что можно подключиться как бы к человеку, как к какому-то компьютеру, как вот как по блютузу. Вот даже таким вот образом. И то есть таким же образом можно передавать мне же тоже эти картинки. То есть я могу видеть картинку вот так, как я вот вижу, и раз, и здесь как видение получается. То есть картинка наложена на картинку, и я вижу четко то, что там мне проецируется в этот момент. Но это происходит именно тогда, когда синхронизируется на частоте определенной, потому что у нас есть своя частота. Если ты находишься нечистоте, если ты находишься в страхе, в волнении, в каком-то перевозбуждении неправилом, то происходит сбой. То есть это прыгает там как бы получается шкала подсоединения, определенная частота должна быть, определенное состояние духа. Да, обязательно это должно быть доверие. Поэтому я был тогда один, но был еще дед, дед иногда заходил, смотрел, просто ужасался тому, что он видит, что происходит. Мне сказали, чтобы я взял в руки листок тетрадный, да, именно в клеточку и там то, что мне говорили, что делать, и я то делал там. И вот таким вот образом образовалась вот эта вот картина. И помимо этого многое прошло, все связующие к тому, чтобы появилась вот эта вот картина. И вот когда вы написали первые чертежи, да, какие-то вот первые зарисовки, через какое-то время вы узнали, что те же самые моменты изображены на полях по всему миру? За эти чертежи, то, что они пишутся так же само на полях по всему миру, а в частности большинство, это в России, в Краснодарском крае и Великобритании на полях пшеничных, еще в Америке на кукурузных полях, ну, это общим планом это называется хлеб, то есть когда Иисус говорит я есть хлеб ваш. Это про это, это про круги на полях? о том, что я есть хлеб ваш, это возможность дающая насущное, вот, и поле само означает поле жизни, вечной жизни, да, сорняки, естественно, это не благородные личности, а злаковые или там та же самая кукуруза, это благородные растения, они отлицетворяют собой благородные души, то есть то мироздание, которое необходимо знать благородным, оно пропечатывается, отпечатывается в клетках памяти и ДНК, и личности, то есть все благородные должны быть посвященными, они должны знать мироздание, они должны знать науку богов, как перетекают эти энергии, в каком мире мы находимся и как необходимо здесь вести себя правильно, потому что каждый шаг сделанный, он не уходит бесследно, все это возвращается в умноженном виде, потому что всякое, что сделано, оно отражается, то есть это мироздание имеет такое свойство, что оно отражается, любое действие, которое сделаешь, за ним последует ответ, то есть ничто никуда не уходит бесследно, и каждый благородный, каждый посвященный, кто знает мироздание, он знает, что любой его поступок, любое его слово, любая мысль, она не уйдет бесследно, поэтому необходимо находиться именно в позитивном состоянии, нужно контролировать себя, нужно быть хозяином себя, нужно уметь управлять собой, своими эмоциями, своими желаниями, всеми полностью своими чувствами, то есть не быть в панике, не быть эмоционально как-то где-то психовать что-то, потому что все это отражается, и нужно уметь управлять собой, нужно быть хозяином себя, хозяином своей жизни, у нас нет виноватых, мы свою ответственность ни на кого не перекладываем, то есть те, кто знают мироздания, это благородные личности, соответственно, они ведут себя в любой ситуации благородным образом, они ведут себя так, как если бы это был Христос, если бы это был Иисус, поэтому прежде, чем что-то сделать, мы всегда подумаем, а как бы это сделал на моем месте Иисус, как бы это сделал Христос, но ты не перекладываешь эту ответственность, ты как бы смотришь на себя со стороны, И ты понимаешь, а сейчас кто здесь? Христос говорит или Христос действует? Или это человек, который выбился из высокого уровня чистоты и опять упал на низкий уровень и поступает сейчас как человек? Ну и, соответственно, несмотря на то, что все это, оно постоянно учитывается, нет такого страха, что вот я там в какой-то ситуации, где меня там, условно говоря, постоянно проверяют, я должен чему-то соответствовать. То есть оно как бы само собой происходит без какого-то внутреннего давления борьбы с самой собой, с самим собой. На моем опыте, вот как я это чувствую. То есть вроде бы и очень много этих условий, которым должен соответствовать, ну скажем, тот, кого можно назвать сверхчеловеком, но тем не менее ты не фокусируешься на том, чтобы все их выполнять осознанно. То есть оно само собой происходит. Да, потому что вот Христос сознание, которое длится 9 месяцев, оно подготавливает к этим моментам и оно дает тебе это осознание для того, чтобы ты умел, научился управлять собой и поступать правильно. Потому что прежде всего нужно всегда знать, ты ничто не сможешь утаить, ни от небесных, ничего. Абсолютно все известно. Все известно и даже о чем ты думаешь и абсолютно все действия. Ты всегда знаешь, что ты всегда находишься как бы вот всевидящее око, да, под оком Божьим, который всегда тебя видит. И ты, осознавая это, ты становишься тоже этим оком, потому что ты осознаешь то, что видишь ты, то, что чувствуешь ты, все это известно. Можно зайти и посмотреть через твои глаза и увидеть, что ты сейчас думаешь, что ты видишь, что ты представляешь. Ничего невозможно утаить. Дело в том, что вот к этому, ко всему, к такой жизни ты привыкаешь и происходит замещение. И тогда уже ты смотришь на себя вот на такого нового, который ты новый, и сравнивая посмотреть на себя того старого, ты, боже мой, какой же я был глупец, когда я думал, что ничего об этом никому не известно. Да все известно, все абсолютно. Ты всегда как на ладони. Ты просто привыкаешь жить благородно. Нужно, необходимо, чтобы прошло некое время, и ты привыкаешь к благородной жизни. Ты происходит замещение, и ты становишься вот этим Христом, и ты поступаешь, как Христос, во всех ситуациях, которые бы они не случались в этой жизни. При том, что тебе это не доносит, как бы не создает дискомфорт, а наоборот, ты всегда осознаешь то, что ты под Божьим взором, ты находишься во Святом Духе, и тебе всячески приходит помощь. Но и при этом небесные еще дают такой вот урок отцовский, да, когда ты в чем-то как бы, ну вот, уперся, да, вот ты вот что-то думаешь, я сейчас сделаю. Тебе дают момент, чтобы ты это совершил, чтобы ты из этого извлек урок, прожил этот опыт, и чтобы ты потом посмотрел, сравнил, что ты сотворил, как бы совершил. И ты понимаешь, что тебе дали возможность сделать, прожить это, чтобы в тебе отпечаталось о том, что как делать, если тебе кажется, я сам сделаю. Но нужно здесь понимать, ты не один. Ты не один абсолютно. Поэтому не нужно здесь как бы брать одеяло и напяливать его на себя, потому что ничего здесь не делается в этой жизни без Божьей воли. На все есть Божья воля. Вот кто не понимает этого, тот никак не может перейти, потому что если Божья воля благословила тебя, высшие силы тебя благословили, то все, что ты делаешь на пути, все это свершится. Если ты не получил благословение, если что-то ты делаешь неправильно, и ты знаешь о том, что ты неправильно делаешь и совершаешь какую-то ошибку, а ты будешь это знать и будешь это понимать, то если это не благословлено, то это не получится, просто не получится. То есть будет ряд событий, которые будут ставиться припоны, подножки туда, там вот это вот не получается, постоянно будешь падать спотыкаться что в жизни и пол и происходит у людей которые не благословлены тем чем они занимаются это происходит через большую вот силу с трудом такими потом они возвращаются мной опять все обнуляется опять под начинает подниматься если он получил какое-то состояние деньги какие-то бизнес какой-то раздел потом этот бизнес рушится все опять обнуляется ему приходится опять сначала все это дело поднимается значит опять все это у него рушится потому что нет на то божьего благословления он идет не с богом не по-божески а вот здесь когда ты находишься в божьем духе вас во святом духе все те моменты которые ты видишь и раскрываются они в тебе ты видишь пути открывается зеленая как бы свет и двери открываются получаются большие возможности и здесь ты получаешь благословение и столько с божеским благословением это уже происходит легко прямо то что могло не получаться то получается прям я прожил этот опыт совсем недавно вот раньше когда я снимал какие-то большие проекты у меня все время какие-то были моменты где что-то где-то не получается вот что-то где-то не так идиот а тут я снял небольшой там фильм если можно так назвать и причем я понял что эта идея была она не моя но я просто принял как бы да вот как бы идея духа и все прошло вот прям очень легко это такой новый опыт вот когда ты уже ну скажем переходя на новую вот эту кристаллическую решетку сознания начинаешь взаимодействовать она вообще все по-другому все по-новому все легко да вот и пример примером являемся не только мы с вами да и как моя жизнь как она изменилась вообще кардинально изменился то что то что было до это что было после также сама все наши частички которые прошли все три уровня золотого генома от отмечают это на жизнь до и жизнь после то есть у тех людей которые с этим не знают даже не понимают о чем идет речь они даже представить себе не знают что такое жизнь до и что жизнь потом после что кардинально все меняется с божеским благословением получается ну буквально все что идет свыше что берешь какую ответственность именно в развитии того или этого проекта с чистым намерением именно с чистым намерением все что не с намерением сделано то что не благословляется то просто будет разрушена а вот говоря про книгу жизни вот в общих чертах да не вдаваясь сейчас подробности например вашей биографии кому у кого будет желание можно будет в описании найти ссылку на книгу жизни рафаэля там две части и углубиться а вот в целом книга жизни зачем ее писать каков ее глубинный смысл расскажите книгу жизни необходимо писать всем все небесные пишут книгу жизни и сказано так все кто войдет в книгу жизни те войдут и в царствие небесное те войдут в благодать божью почему потому что и когда пишешь книгу жизни ты собираешь себя ты осознаешь себя кем ты являешься кто ты есть потому что люди на самом деле когда живут проживая свою жизнь они даже не понимают то что кем они являются они не могут посмотреть на себя со стороны и некоторые моменты осознать потому что но увидеть этот путь а как твоя жизнь протекает оказывается с тобой всегда были высшие силы но ты всегда их отрицал ты всегда боролся сам собой все эти моменты те кочки ты шел не туда ты спотыкался там 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 потому что ты шел сам как вот люди говорят у каждого есть свой путь так вот все свои пути они все ведут могилу как и религиозные догмы они все идут в могилу то есть и только единственный путь это путь божий ведет к процветанию к вечной жизни именно в теле они покидаете тело именно только божественном сознании только только так потому что мы есть боги которые забыли об этом и естественно нам нужно вспомнить кто мы такие взять эту ответственность свои руки и стать тем кем мы являемся поистине на самом деле в полном объеме из естественно что этот мир творец создатель изначально тот который спроецировал нас здесь и размножил нас фрактально до мир создал самым благоприятным образом и естественно что мы наша участь жить в этой вечности в этой жизни самым благоприятным образом нужно привыкнуть жить благородным божественной сутью да и тогда произойдет замещение и вот эта старая жизнь вот это вот все старое все негативное все неудачно она отваливается как бородавка как пиявка какая-то кровососущая и вся эта кошмарная жизнь которая была до она просто растворяясь она остается там в прошлом и она уже до начинается новая жизнь в процветании счастье в благородстве вот именно жизнь после как бы ты как бы ты та жизнь как будто бы ты умер и воскрес вновь в новом своем обличье новом новых одеждах новой своей форме новой свои личности я с большой буквы когда можно сказать и написать о тебе с большой буквы и не и не найдется никого того кто бы мог сказать бы негативно твоей личности уже вот сейчас там сознание которым ты находишься вот это на самом деле такой момент какое-то время я был связан с христианством у меня есть родственники которые в него глубоко погружены и вот что я замечал очень многие даже не будем ограничиваться до христианством очень многие люди совершенно не ценят себя и считают что они ни на что не способны считают что абсолютно ну ничего от них жизни не зависит что они лишь какой-то малюсенький винтик в системе и не верят в свои силы но мы понимаем что даже от одного человека даже от того ну что он испытывает сейчас внутри на какой частоте он находится зависит действительно очень многое вот как людям поверить в себя как им действительно осознать что вот я вот который в этом теле это не просто какой-то человек очень могущественное существо которое намного способна вот как вы к этому пришли осознание ведь вы же тоже долгое время когда вот это происходит путем посвящения те встречи которые были у меня с небесными да я прошел ряд посвящений небесный то есть вот эти все встречи которые происходили со мной это был некий путь посвящения то есть те сценарии которые они проигрывали со мной это были определенного образа посвящение, которые воскресили меня, которые дали мне осознание того, что от меня зависит очень многое, о том, что я личность, о том, что от меня зависит жизнь, будущее, что ты сильный, ты все сможешь. Когда в то время, когда здесь на земле проецируются людьми, как бы и религиозными догмами, наоборот другое, что от тебя ничего не зависит, ты ничто, ты никто, только Бог и только так. Да, правильно, Бог, но здесь религиозная догма не говорит о том, что ты Бог. А вот небесные говорили о том, подводили к тому, что ты Бог и ты это я, Иисус говорил, ты это я, вот этот момент я не мог понять, как это так, ты это я, я это ты. Я вообще не ты, и ты не я, и вот путем этих посвящений этого пути меня вывели на этот уровень, что я смогу, я все сделал, и я сам стал это осознавать и понимать, что я смогу. И когда я уже говорил о том, что я не могу, и меня снова в человеческой, мне всегда на этот момент не давалась помощь, мне сразу были посланы те, кто меня поддержит здесь, кто поможет, с кем мы пройдем, с кем мы продолжим этот путь. И вот это все, это готовилось к тому, чтобы я смог встретиться, именно пройдя через все вот эти вот моменты, да, чтобы я сам потом изъявил желание, что я иду теперь с семьей, что я не один, мне нужна моя жена, и в процессе создания Академии Центра Света это создана уже такая божественная семья, это как тело Христа, такое единое, где мы все это осознаем все вместе, где мы понимаем, что мы не одни в этом мире, и что не нужно здесь думать, что тебе никто не поможет. У нас есть братья и сестры, которые, боги, которые, стоит только просто произнести и сказать, что есть ли у нас такой-то специалист здесь, нужно вот здесь такую-то задумку решить, всегда отзовутся, всегда найдется сердце и рука Божья, которая соединится здесь, и происходит творение, происходит создание. Самым лучшим образом, что когда наши частички просто плачут от этого счастья, от этой радости, когда они думали, что они никто, они ничто, то здесь они осознали, что они есть все, и что они не одни. И видят, что они могут сделать. Что на все способны просто проявить желание, и двинься в этом направлении, как тебе сразу придут все силы на помощь, и будут тебя сопровождать, сопутствовать тебе в этом прекрасе, и ты даже не ожидаешь того, что если ты думаешь, что вот будет настолько-то прекрасно, будет гораздо прекрасней, чем ты это ожидаешь. Будет все на высшем уровне, на самом-самом величайшем уровне. Вот, кстати, по поводу осознания своей божественности, меня один раз такая фраза включила очень сильно. Еще там, когда я практиками какими-то занимался, мы с мастером одним говорили, вот он такой пример привел, что дети собак – это щенята, условно, да, щенки, дети котов – это котята. Вот если мы дети Бога, то кто мы? Соответственно, когда ты вырастаешь и получаешь именно в божественном руководстве, да, сопровождении, ты вырастаешь, ты становишься этим Богом. И это просто, я когда это услышал, эту фразу, меня это так внутренне включило, это ведь так просто. Да, мы есть вот как пальцы на руках, вот эти пальцы, они вот мозг, вот сердце, эти пальцы делают, вот мы все частички – это как тело Бога, которое вместе делает Божье дело, и вот говорится, как по делам и узнаете их, потому что мы делаем божественные дела, мы делаем не человеческое, мы делаем именно божественное. Вот о делах. Еще очень давно вы знали, что будете создавать Грааль, что будете создавать корабль даже, да? Вот, насколько я помню, в 2016 году вы собрали команду и пытались сделать с ней первый прототип того, что называется Грааль, да? Насколько я понимаю, это некое устройство, которое вот как линза фокусирует свет, а Грааль фокусирует энергию электромагнитных волн, да, полей. Да, я сейчас расскажу об этом немножко так вкратце. Я хотел бы сказать сразу прежде всего, что был наставлен я не для того, чтобы делать Грааль, а для того, чтобы создать корабль, небесный храм, да, огненную колесницу или НЛО, да, вот на это я был наставлен. Просто в процессе пути я вот эту вот часть разбил на то, чтобы сделать некий такой маленький прототип, который и назвал в процессе Граалем, из которого как бы необходимо получить первоначальные некие моменты, как бы про, как сказать, как бы испытания, да, которые покажут некие уже процессы, которые будут способствовать для того, чтобы включиться как бы наши массы, для того, чтобы все поняли о том, что нужно строить корабль, и он реально даст более серьезный эффект, нежели его некая часть. Поэтому как бы акцент ставить на Граале, на нем ставить не стоит, как бы, да, потому что это некая такая часть, как бы, это часть, как бы, которая, макет корабля маленького, но, естественно, от нее, вот, ну, совсем маленькая часть, как бы, да, и вот, когда мы его делали, я, мне нужно было увидеть эффект, получить хоть какой-нибудь эффект, и вот хоть какой-нибудь эффект мы получили, хотя мы его собрали, сделали недолжным образом, не так, как он был мною задуман сделать его. И вот сейчас здесь, в нашей лаборатории, мы изготовим его так, как его нужно изготовить, вот, в маленьком прототипе, да, и посмотреть уже, какие эффекты он даст уже в этом варианте. Вот, как бы от него не нужно ожидать там сверх там грандиозных вещей, потому что это всего лишь часть того, что нужно совершить потом. Но я планирую получить оттуда некие эффекты, которые, с которыми я хочу поработать потом в процессе, и провести ряд исследований, да, вот именно под микроскопами, различными приборами посмотреть, какие эффекты получаются вот от небольшой части всей конструкции, потому что вся конструкция – это уже корабль. Вот такой корабль, который, вот, как я говорил, один из самых маленьких кораблей, на которых перемещаются небесные, вот, некий такой маленький автомобиль, да, из вот этих вот автомобилей, которые в процессе, да, вот, можно будет собрать большой корабль, но корабль улей, да, но опять же скажу, что все это есть, все корабли, не нужно ничего изобретать, не нужно ничего изготавливать, потому что все это есть во вселенском сообществе различных цивилизаций. Эти технологии, о которых я говорю, человечество здесь на Земле этого не получит, потому что невеждам это запрещено, этого не получат. Но мы сможем посмотреть некие, как бы провести некие опыты и посмотреть какие-то процессы, какие протекают вот в таком вот виде. Поэтому мы не, не нужно ожидать того, что, как бы люди, что это все люди, вот, возьмут и получат это, потому что людям это не получить никогда. Только тем, кто сделал свой осознанный выбор, только посвященным, только тем, кто находится в сознании Бога, тех, от которых не исходит опасность, те, которые управляют собой, своими эмоциями, те, которые хозяева себя, кто с царем в голове, с Богом в сердце, кто осознает, что Он Бог. И когда смотришь друг другу в глаза, ты понимаешь, что ты смотришь в глаза Бога. Соответственно, нужно относиться к друг другу, относишься к Богу. Вот так и такое отношение. И происходит взамен отражение, отражается к тебе. Поэтому те моменты, которые мы делаем, мы их исполним. И самое важное, что мы делаем здесь, во всей этой ситуации, здесь самое главное, что ожидают от нас небесные. Это то, что вот мы собираемся в это единство, что у нас образовывается, это общество благородных, что мы все-таки соберемся и начнем строительство золотого города, города Света, где будут производить те действия в жизнь уже, в реальности, частички наши. То есть в этом городе Света будут только посвященные, не будут там чужих, в этот город не смогут приехать чужие, не посвященные, с него не смогут зайти невежды. Никаких экскурсий там будет? Нет, этого не будет. Все это только для своих. И всем нужно это осознавать и понимать, что, знаете, вот не мы как бы погружаемся в то, из чего мы с такой невероятной силой смогли выбраться, а вот лучше вам к нам проходите посвящение золотой геном, становитесь в Божий стержень, в осознание божественное, в истинном этом понимании, а не в религиозных догмах и заблуждениях, кому как кажется лучше и по-своему, как он говорит, у каждого свой путь. Вот если у вас свой путь, то мы вам не мешаем. Мы не претендуем ни на какую власть, мы не собираемся ни с кем бороться, мы не собираемся никого спасать, потому как спасение есть в руках утопающего. Если ты желаешь измениться, у тебя даются все для этого, можешь проходить посвящение, и здесь нет никакой, как называется, вот этого вот костыля. Никто вам костыль не даст. Мы все здесь поднимаемся, мы избавляемся от всех костылей, мы выздоравливаем, как и в телесном, как материальном, в физическом теле, да, оздоравливаемся, так и самое главное, мы выздоравливаемся в духовном восприятии. Мы не отказываемся ни от каких технологий. Мы живем здесь на земле законным образом в том плане, что взаимодействие, мы также платим налоги, мы не нарушаем законодательство, мы не боремся ни с кем абсолютно, мы не мешаем никому, кто желает жить, продолжать жизнь, так как он продолжает ее жизнь. Это ваш священный выбор. Но мы говорим о том, что мы изъявили желание жить по-божески. Соответственно, те технологии, которые будут нам вручены тогда, когда мы соединимся со вселенским сообществом различных цивилизаций, когда придут корабли, сказано, и все верующие знают о том, что придет день, и прилетит Иисус на корабле, и откроются двери, и войдут туда только свои. И вот сейчас люди думают на земле, а как так они, христианые, и они считаются как бы не свои. Ну, потому что вы ограничились там стенами, вы приходите в церковь, а в церкви что у вас царит? Уныние, вот это вот, что-то, ну вот, ну вот, какое-то вот страдание, там сразу страдальческие какие-то, вот это вот, дайте, дайте, помогите. Нет, здесь нужно выравниваться, здесь нужно становиться, потому что и то Иисуса были, храмы были церкви, и как Иисус сказал, храмы есть, стены вроде те, народ не тот, тем не менее, не то наполнение. На старые решетки, сознание, и все религии, и все практики, они тем не менее служили, да, просто сейчас наступил момент, ну, когда от всего этого необходимо освободиться, открыться вот подлинной реальностью. это как некое такое вот причастие, знакомство, да, потому что, почему это исходит, от чего, потому что, когда вот виноватые, да, те, как бы, предки, которые спустились на землю, пройти этот путь, да, вот именно в низменности, в самых низких действиях, делах, совершать преступления, этот опыт получен, как бы, да, все, хватит так жить, мы уже, мы как бы знаем о том, как жить нельзя, а как жить нужно, об этом люди не знают, так вот, церковь, это некий такой переход в религиозной конфессии, чтобы хоть какое-то понимание было, и раскаивание покаяния, как бы, из-за своих предков, да, и здесь, соответственно, между вот этими религиозными догмами, церквями, должен быть, опять же, некий переход, некая ступень развития, которая поможет очиститься, поистине очиститься, и перейти в это сознание божественное, чтобы быть вот этим, тем владыкой, который не виноват, естественно, виноват и не может войти в обитель божий, где бог, потому все, кто не в тех одеждах, те не могут войти, одежда к сознанию, одежда, это имеется в виду сознание, а никто в какой одежде ты одет, хотя и одет нужно быть опрятным, чистым, но мы в этом и не зацикливаемся, вот, а именно, именно, если кто не в тех одеждах, тот же будет взят и выброшен закон, и там будет плащ и скрежет зубов, вот, по части вот этого вот момента, то вот в этих вот одеждах говорится еще о том, что мы учимся жить правильно, мы переходим в это состояние, и мы несем эту ответственность, мы ведем себя соответственно, если что-то у кого-то где-то как-то не получается, мы никого не судим, потому что наша задача не судить, и вот, когда спрашивают меня, а как, Рафаэль, ты говоришь, вот в книгу жизни быть записан, да, вот, я не буду никого записывать, я никого не записываю, но записываются все как автоматом, кто прошел золотой геном, потому что сказано так, что и всякий, кто будет записан в книгу жизни, и тем, те войдут благодать Божью, то есть проходя золотой геном, люди сами себя записывают в книгу жизни, уже общую, да, и когда потом далее начинают писать свои книги жизни, они приходят в осознание того, что оказывается, оказывается, всегда было все перед глазами, ну, просто вот, просто эти глаза сами себе закрывали, всегда закрывали свое сердце, всегда ставили перед собой стены и преграды, что единственным противником в этой жизни был именно я сам, и всегда Бог был со мной, и я всегда являлся этим Богом, но просто я не осознавал, я был невеждой, вот для того, чтобы ведать, для этого нужно знать мироздание, для этого нужно быть посвященным, потому как без посвящений, сам по себе человек не может раскрыться, он не может войти на этот уровень, и я на этот уровень не мог войти, и Камалая тоже не могла, мы проходили ряд посвящений, посвящений напрямую, которые провели нам небесные, о которых я вот говорил, что в истории картины рождения, мироздания, это ряд посвящений, Камалая в своей книге жизни рассказывает, как с ней были проведены посвящения, как эти посвящения проходят, она здесь, и как проводят эти посвящения, переводя, то есть человек сам не может пройти, ему нужен проводник, и поэтому вот этим проводником является Камалая, через которую проводятся эти посвящения, просвящение золотой геном, есть сопровождение, сопровождение высшими силами, те самые посвящения, которые способствуют подъему и переходу вот именно в это Христосознание, где ты становишься вот этой божественной личностью, которая не несет уже, то есть которую необходимо опасаться, как здесь на земле, любого здесь на земле человека, нам приходится опасаться, как бы, да, потому что не знаем мы вас, да, вот как и говорится, откроются двери, и придут и скажут, мы вот ходили, и мы и в церквях были, мы и молились, мы и в тюрьму передачки носили, мы были там, а вы говорите, что не знаете у нас, да, на дверях стоит Христос, Христосознание, и только в Христосознании возможно пересечь эти двери, и войти в это общество, и находиться в этом обществе, и быть созвучным это общество, и быть живым Богом, а не мертвым, не быть мертвым, то есть воскреснуть и быть живым, и двигаться тогда, вот как я говорю, спортсмены говорят, да, он там мертвый, вообще ни о чем, то здесь ты становишься полон энергии, полон сил, у тебя столько энергии, столько сил, в тебе раскрывается очень большой творческий потенциал, и ты развиваешься именно вот в этом божественном, поэтому соответственно, когда придут корабли, откроются двери, то здесь записаны все, кто прошел золотой геном, те беспрепятственно смогут войти, зайти, и их знают, их видят и по делам, и достаточно, даже если кто-то не взаимодействует, где-то в чаши Грааля, достаточно того, чтобы ты находился в духе, просто вот ты в духе, в безусловной вот этой вот любви, и вокруг тебя, достаточно уже, находясь в этом, ты уже проецируешь, как бы в пространство это, и ты свой, ну от тебя не исходит, да, не исходит опасности, и всегда те дела, которые необходимо делать совместно, они всегда найдутся. Естественно, что мы сейчас находимся, как бы на самом старте, да, нас чуть больше 4000 душ на сегодняшний день, и пока мы не запустили еще проект «Город света» в полную мощь, чтобы вот на данный момент мы нашли землю, сейчас мы проектируем «Город света», как там будет все устроено, какие там будут, какая будет внешний момент, что там будет производиться, что там будет делаться, вот как можно будет там принять участие, скоро этот проект, ну в течение года он спроектируется, и в 2023 году он уже будет продемонстрирован, как бы в чем смогут себя наши частички проявить, как они смогут реализоваться, вот, и тогда уже, конечно, та душа, которая зашла и раскрыла свое сердце, которая раскрылась и в потенциале, она может уже применить те действия вот в реальности, в навыке, это, то есть, платформа там, где реализоваться и проявиться в реальной жизни и взаимодействовать, как это делают боги, как это делают на высшем уровне божественные личности, это будет явлено в жизнь, и мы проявим это, как живут и взаимодействуют боги. Еще раз повторюсь, вот «Экономика нового времени», книга уже написана, то есть, как взаимодействовать в экономическом плане, как взаимодействовать при финансовом обращении, как будут происходить процессы производства и как будет все умножаться, в процветание, и как можно произвести вот предпринимательские действия, потому что есть много у нас личностей, которые имеют опыт предпринимательский, и как вот, как предпринимателям можно реализоваться здесь, то есть с точки зрения бизнеса нового времени, как можно выстроить бизнес, дело, да, вот если говорить таким вот языком, в божественном сознании, потому что в нашем божественном плане, когда вот мы, вы задали вопрос, как с деньгами, да, то есть есть понимание, как обращаться с деньгами, как развивать технологии, как поднимать финансовое обеспечение, деньги, это неплохо, это хорошо, мы должны все умножить, процветание, изобилие, процветание, и соответственно, здесь и дается наука, как взаимодействовать с деньгами, так, чтобы эти деньги приумножались, умножались, так, чтобы тот, который приходит взаимодействовать, чтобы он мог приумножить, то есть все, что мы делаем, все это необходимо приумножать, 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 и таким образом будет происходить расширение на земле, но будет не делена вот новая экономика, и все те страны, которые у нас уже вступили в нашу организацию, кто есть в Академии Центра Света, а мы уже считаемся международной организацией, вот тот же самый опыт можно будет спроецировать и в других странах, то есть мы это будем множить по всему миру, и таким образом смогут повторить и сделать это в других странах, и в соответствии со всем этим действием, в дальнейшем вся та законная система, которая находится сейчас на сегодняшний день, вот она получит этот переход, вот эволюционный переход в развитие нового человечества, эволюция, скачок и осознание, и то, что называется поистине цивилизацией, потому что на сегодняшний день человечество не является цивилизацией, а лишь только... Не единые. Не единые, да, разрозненные племена, агрессивно настроенные друг к другу, то есть вот такой статус земли, и все как бы считаются, ну, мертвыми, по сути дела, как бы живые мертвецы здесь ходят и не понимают об этом. То есть со спящим сознанием, спящее сознание, да, статус такой, а в царство небесное не могут войти мертвые, как в духовном плане, так и физически, вот когда ошибаются люди, что вот душа умирает и попадает в царство небесное, даже не представляет тому, как живут в царстве небесном, да, вот задать любому тому, кто говорит, вот душа умирает, попадаешь в царство небесное, задать ему вопрос, а как там происходит жизнь в царстве небесном? И каждая религиозная конфессия будет что-то там бормотать свое несуразное, которое вообще между собой никак не соединяется. Вот как бы вот в таком вот плане. Поэтому, конечно, Академия Центра Света это такой вот тот переходный момент, та ступень, которая сделает переход. Вот мы представляем, да, книгу «Расшифровка генома человечности». Здесь научным языком подробно описано, что вся наука предков наших, это именно исходит, и прочитать это можно только на славянском языке. Ген ДНК возможно прочитать только на славянском, только на русском языке. Это невозможно прочитать ни на каком другом, ни на английском, ни на еврите, ни на других языках. это невозможно сделать, соответственно получить науку высшей степени, а курируют нас именно предки-славяне, которые летают на НЛО. Они тоже этот этап прошли, да? Да, все говорят на чисто русском, именно древнеславянский язык и вся эта наука, она на древнеславянском происходит. То есть, если уничтожить славян, да, как заблуждающиеся сейчас души на нашей земле, настроенные так против русского народа, то это будет все, это будет конец человечеству на этой земле, потому что не может быть развития цивилизации без славян. Рафаэль, вот расскажите, как будет устроена жизнь в городе света? Вот насколько вы это сейчас себе представляете? Ну вот сейчас, как бы, если я представлю, да, себе, то это гораздо будет прекрасней, конечно же, в жизни явлено, да. Ну вот на сейчас, на сегодняшний момент я могу вот рассказать, что город света прежде всего, это не внешняя его структура, да, вот как вот… Как физические строения… Да, как физическая вот такая вот ситуация. Город света – это именно общество, наполнение вот этим вот христосознанием, да, всеобъемлющая любовь и действия, которые будут совершаться в этом сознании. То есть это общество прежде всего, это личности, которые пусть будут не находиться не только в этой точке, да, потому как, еще раз повторюсь, что нас собирается по многим странам, международная организация, да, сейчас. И вот самое главное – город света. Город света – это вот души, которые развиваются в этом. Как бы внешне, вот постройки, которые там будут сделаны, это вот первое, это будет сделано, там будет два храма, храм музыки будет, храм звука, потому что мы частоты, мы работаем с частотами, да, вот. Это будет на самом высшем уровне, очень красиво будет сделано. Будет храм, храм живого Бога, где это будет чисто такое вот техническое как бы сооружение, потому что, ну, опять же, мы работаем с частотами и будут выравниваться частоты в этом храме. А частоты на физическом уровне, в которых я говорю, что мы подходим к такому моменту, что мы будем получать технологии живых Богов, да, которые не будут распространены вот так и даваться людям. Но те, кто к нам, те, кто есть наши, так сказать, да, хотя мы не разделяем, да, потому что мы не смотрим на прошлую жизнь, мы не оглядываемся за спинами, что было у вас в прошлом и как вы себя там называли ранее. Мы смотрим на то, кем вы являетесь сейчас, если вы действительно в сознании Бога, да, а не просто там как на задней парте отсидели, но все прослушали вот так вот, но не соответствуете тому, да, как бы, ну, мы же проверять как бы не будем, да, это будет видно на том поведении, кто пришел, как зашел, как себя повел, это сразу считывается, то есть на кто, на каком уровне находится. Поэтому внешне будет это стоять два храма, это вот на первом сооружении, которое будет сделано, да, это такое вот будет больше походить на парк, как бы парк-сад, где будет очень красиво и все сделано по золотому сечению, по симметрии, да, золотого сечения, где будут, конечно, там будет и находиться и некий объем гостиничного комплекса, да, чтобы люди могли, которые приехали издалека, могли остановиться там, но на этом мы акцент не ставим, потому как там, где будет построено, там есть доступность, будет доступность там, где остановиться можно будет. Поэтому это такое вот сооружение будет, в котором ты приходишь туда, где частички могут непосредственно увидеть друг друга, и самое главное, где будут протекать вот эти вот самые высшие частоты вот этого божественного, так сказать, божественного сада рая, да, где увидят, физически потрогают, да, но самое главное, еще раз повторюсь, это состояние души, то есть это вот такое, как бы такая точка координат, как будто бы клетка здоровая такая на земле, от которой пойдет оздоровление, и естественно, что наши частички проектируют сейчас так же самое, некое поселение, ну это в Алтае, там будут строить еще где-то, то есть мы не ограничиваемся одним местом, но вот о том, о чем я сейчас вот говорю, вот город Света тот первый, который мы хотим спроецировать здесь, вот именно это будет вот такой вот, как бы парк-сад оздоровительного характера, то есть куда ты сможешь прийти, если есть там какие-то присоски и пиявки, они там отвалятся, то есть то осознание, которое есть, оно еще поднимется более на высшем уровне, потому что те храмы, которые там будут стоять, они будут способствовать этому прямо на физическом уровне. — Рафаэль, вот, наверное, финальный вопрос к вам. Неоднократно в своей жизни вы находились в тех точках, когда уже неясно, как идти дальше, впадали в некое отчаяние, и вот каждый раз преодолевали это, вставали и все равно шли. Вот как встать, если ты упал? — Вот как встать, если ты упал, во-первых, нужно для себя дать отчет, полностью отчет, сделать вывод о своей жизни, а что, да, почему ты докатился до этого, да, сделать для себя вывод, что так, как ты жил раньше, так жить нельзя, надо что-то менять. Это вот первое, что должно быть, как подняться. Нужно проявить желание, я готов меняться, я хочу меняться, научите меня, проведите меня этим путем, чтобы я выровнялся, сделайте из меня этого Бога, я готов, я доверяюсь полностью. И вот это вот самое главное. — Издать этот импульс. — Да, издать этот импульс и точно знать, и точно понимать, что в прошлой жизни своей я не хочу возвращаться, я не хочу снова оказаться в этой точке, где упал и не можешь встать. Потому что подъем — это именно в сознании происходит, не в том подъеме, как люди сейчас молодые, все думают, что подъем, я поднялся. Но он думает, что деньги в кармане появился, это вот он поднялся в статусе, вот в обществе. Нет, это не является подъемом, а подъемом является твое духовное. Если ты поднялся к Богу на Божий уровень, стал на уровне Христосознания, то ты являешься уже святым, ты светишься другой энергии. И вот когда ты находишься на этом уровне, вот тогда и считается, что ты поднялся. И вот тогда приходят к тебе настоящие чистые деньги, незапачканные. Вот тогда ты действительно уважаемый, вот тогда ты действительно по-настоящему ценен, тогда тебя поистине по-настоящему все рады видеть, тебя принимают, тебя по-настоящему любят. И вот тогда ты начинаешь смотреть на себя совсем другими глазами. Ты перестаешь себя уже недооценивать, потому что ты не один, и у тебя есть семья, и ты достоин этого, и ты достоин большего. Вот это вот самое главное, прежде всего, дать себе отчет, что все, я настрадался, я не хочу больше так жить, я веряю в свои руки, себя в руки Бога. Бог, твори меня, делай меня, создавай меня, я готов, я сдаюсь, я больше не хочу по-человечески, я хочу по-божески. И вот когда ученик созрел, тогда приходит и учитель. Мы здесь никого не тащим. Кто осознал, кто хочет изменить свою жизнь до и после, кто хочет действительно по-настоящему стать счастливым, успешным, те сделают для себя выводы и сделают этот шаг. И мы тех будем рады видеть и принимать взаимность. Рафаэль, а вот для тех, кто сейчас смотрит и чувствует вот этот импульс внутри, да, какой-то зачастую необъяснимый на первом этапе, но вот какое-то желание быть причастным к тому, что вы несете, да, что несет Академия Центра Света. И вот часто возникает такой вопрос, а что я могу уже сделать сейчас? Как я могу поучаствовать? Как я могу присоединиться к этому проекту, к этим проектам? Ну, на первых порах нужно ознакомиться, прежде, вот не зная об роду, да, несуся в воду, прежде нужно ознакомиться, нужно пройти, посмотреть Академию Центра Света, канал Камалаяшкин, да, есть Анна Камалаяхи Форс, ее канал. То есть достаточно много видео, и есть тоже вопросы такие, и есть ответы на эти вопросы. Все придет, импульс будет, и если уже смотрите нас, значит, уже некие силы привели к тому, чтобы на это видео попасть и познакомиться с нашим проектом, с перспективами о том, как можете проявить себя в дальнейшем, и уже как бы сейчас можете проявить об этом, вы сможете полностью ознакомиться со многими видео. Благодарю вас за это интервью, я на самом деле невероятно счастлив в возможности с вами встретиться, вот так пообщаться. Может быть, кому-то это интервью также послужило, и опять же, если у вас есть отклик больше узнать о том, что несет Рафаэль, о том, что готовит для нас будущее, вы можете перейти в описание под это видео, там вы найдете ссылки на книгу жизни Рафаэля Файзера-Ахманова, на Академию Центра Света, на курс «Золотой геном», также можете проверить на отклик, и вот на эту прекрасную книгу, которая называется «Расшифровка генома человечности», автор Анна Камалайхи Форс. Благодарим вас за просмотр, и будем счастливы увидеть вас вновь. Благодарим, любим вас, ждем, до встречи!